Всем привет! Сегодня я с вами хочу поделиться очередными покупками, но в этот раз не совсем обычная посылочка. Обычно все-таки я заказываю трикотаж. Сегодня будет только один хлопок, а точнее очень много красивого хлопка. Все эти отрезы я заказала в группе ВКонтакте Ткани Лэнд. Это китайский хлопок. Именно такое количество отрезов я заказывала впервые. У меня был только один опыт покупки китайского хлопка. Я заказывала только один отрез. Брала я его на пробу, чтобы сравнить именно с хлопком российского производства. И что могу сказать? Во-первых, хлопок китайского производства, это фабричный Китай, российского производства. Весь российский хлопок, он садится примерно на 10%, то есть с метра вы потеряете 10 сантиметров после стирки отреза. А китайский хлопок садится примерно на 4%. Все эти отрезы, которые я сейчас буду показывать, я уже постирала, провела замеры и так и есть. В среднем где-то 4-4,5%. То есть с метра у меня отрез уменьшился на 4 сантиметра. Второй плюс, который я хочу отметить в китайском хлопке, именно в сравнении с российским хлопком, это плотность. Плотность у китайского хлопка намного выше. То есть переплетение более плотное. Знаете, вот бывают некоторые российские хлопки, например, бязь я брала несколько раз, обалденных расцветок детям на постельное белье, и в итоге получала какую-то ткань, похожую на марлю, которая после первой стирки реально превращалась просто в тряпочку. Становилась очень грубой, какие-то катышки появлялись, и такое постельное уже просто не постелишь, потому что на нем реально неприятно будет спать. Оно становится грубым, жестким, и невозможно ни с чем его прогладить, отпарить. После стирки китайского хлопка такого нет, он остается мягким, очень приятным к телу. И почему я и заказала сейчас такое количество отрезов, потому что когда я брала первый раз один отрез, я была именно удивлена качеством самого материала, качеством ткани, и я решила взять на лето разных цветных таких вот отрезов. Вообще хлопок это идеальный вариант на детские вещи для лета, косынки, панамки, сарафанчики, какие-то блузочки, платьица. Для самых маленьких шьют ромперы, шьют песочники. Очень многие шьют из такого хлопка бортики в кроватку, шьют комплекты на выписку, одеяло на выписку, шьют мягкие подушки, игрушки. И самый большой, наверное, весомый плюс для меня – это расцветки. Посмотрите, какие яркие, красивые расцветки нам предлагает производитель. Расцветки на любой вкус. Для малышей, совсем для маленьких можно подобрать, для мальчиков, для девочек. И так как у китайского хлопка такие классные, яркие, оригинальные расцветки, многие этот хлопок используют для изготовления разных папочек, разных обложек. В общем, используют в скрапбукинге. К сожалению, сама я ни разу не пробовала делать ничего похожего, но мне очень нравится работа девчонок, и я заказывала для своих детей папочки для свидетельства о рождении, и заказывала себе обложку на паспорт. Выбирали тоже расцветки, там тоже использованы китайский хлопок. И как раз-таки почему и привлекают эти папочки внимание – из-за расцветок. Также в последнее время очень много вижу интересных работ из хлопка у других рукодельниц. Шьют нижнее белье, комплекты для сна из вот такого хлопка, трусики, бандо, топы, такие маечки на бретелях. Именно комплекты для сна. И я решила, а почему бы не попробовать шить такое белье для себя? И вот несколько отрезов из нового прихода как раз-таки я выбрала для себя. И думаю, в ближайшее время все-таки я попробую шить для себя такие комплекты. И что мне еще понравилось в этом хлопке, после стирки цвет остался точно такой же яркий. Цвет не побледнел. Конечно, я пока не могу сказать, как поведут себя вещи после нескольких стирок. Но думаю, что я потом с вами тоже этой информацией поделюсь. Если у вас какие-то есть интересные идеи, что еще можно шить из хлопка, то можете поделиться со мной в комментариях. И может быть мы сошьем это вместе с вами. Но сразу хочу сказать, что первое, что я буду шить, это я буду шить ромпер из первой ткани с цветами. Я подготовила уже для вас готовую выкройку. Теперь эту выкройку мне надо только отсканировать и перевести в формат PDF, чтобы выкройку могли скачать все желающие. Ну, конечно, буду шить для Таси. Какие-нибудь шортики из хлопка, блузочки, панамки, платьица. Ну, по возможности, конечно, если я буду находить выкройки, я буду вам показывать. И хочу вам показать еще раз первую ткань. Знаете, пока я записывала видеообзор, я все думала, что мне напоминает эта ткань, почему именно глаз пал на нее. И вот почему задняя сторона моего рабочего блокнота точно из такого же хлопка. Этот блокнотик мне подарила моя подписчица. И я хочу сказать ей огромное спасибо за такой подарок. Он реально очень мне помогает в работе. Сюда я пишу все свои заметки, все свои мысли и идеи по новым видеоурокам. И вот вам еще одна наглядная идея использования хлопка. Может быть, кому-то это будет интересно. А на сегодня это все мои покупки. Я очень надеюсь, что вам видео было полезным, и оно вам понравилось. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Пока-пока!